Всем добрый вечер! Это канал Toppish People, меня зовут Елена, но все знают, что я многодетная мама. Кто спорит об этом в комментариях, повторяю, у меня трое детей, у меня есть удостоверение многодетная мать, как у моего мужа есть удостоверение многодетный отец. Кстати, именно его мы сейчас и ждем. Он ездил в свою деревню, ездил в свои родные, в родной город, он ездил без нас, быстро съездил и теперь на обратном пути. Что-нибудь вкусненькое надо можем приготовить. А что же он любит? Я вам скажу по секрету. Он любит турецкое куру фасолью. Это фасоль с фаршем. У меня в данный момент уже процесс идет. То есть это... Я уже жду, его жду. Давайте расскажу, что еще будет сегодня. Куру фасолью у меня не любят, что сын Владимир, Чиркеса. Для него будут у нас котлеты. Ну, котлеты не только будут для него. Вот это для котлет. Вот это у нас для фасоли. Ну, соль, перец нам нужно везде. А еще у нас будет интересный котлет сегодня. Это будет булгур. Булгур готовится очень быстро, гораздо быстрее, чем рис. Ну, и рис он, по-моему, тоже надоел, как и нам. Ну, а из этого всего у нас получится салат. Ну, это у нас такой десерт сегодня. Ну что, начинаем? Ну, я еще скажу, что я приготовила компот. Компот у нас теперь вообще очень частый гость на нашем столе, потому что покупаем много фруктов, съедать не успеваем. И так всем понравились мои компотики. В общем, сейчас он уже у меня приготовился. Я сейчас сниму, чтобы освободилось место. Так, мы его убираем. Ай, такой вот он с гранатом, персиком, яблоки, груши, сливы. Ну, в общем, все самое вкусное. И виноград, конечно. Что у меня здесь варится? У меня уже варится фасоль. Фасоль я замочила на 3 часа, приблизительно так получилось. И варится минут 20-25, надо, чтобы она сварилась. Пусть вот пока готовится. Ну, а мы займемся тогда приготовлением соуса для фасоли. И делать одновременно будем фарш. Вот как у нас получится, сейчас попробуем. То есть, буду одновременно нарезать все, что мне нужно. Так, губы пока в сторону. Это самое простое блюдо. Его готовить буквально 15 минут. Ну, и еще минут 10, чтобы постоять. Все. Начнем с овощей. Это у нас для фасоли. Это мы все-все нарежем. Ну, помидор нам нужен будет без шкурки. Сейчас нарежу, просто сложу, чтобы у нас уже все готовое было. А этот лук мне нужен будет для фарша. Его буду тереть на терке. Так, хорошо иметь остров. Вот, я его оценила, когда мы переехали в эту квартиру. Раньше я просто смотрела на это. Видите, хожу по кругу. Тут он скажет, что мы неправильно используем рабочую поверхность вот там. Ну, мы, честно говоря, там все используем. А самое интересное бывает, если мы что-то вдвоем делаем. Сейчас быстренько приготовим фарш. Помните, я уже лук натерла. Вот здесь вот есть жидкость. Я ее сливаю. И это сразу, чтобы потом не отвлекаться. Отжариваю. Бросаем фарш. Фарш 700 грамм сюда, 300 грамм уйдет в посуду. Все, что у нас есть, все ингредиенты. Сейчас сюда побросаем, перемешаем. И все получится. Это самое быстрое. У меня это старый хлеб, батон. Налила молока. Размяк. Все, можно использовать. Мы его тоже. Вот сегодня котлеты у меня будут с батоном. Бывает, готовлю с панировочными сухарями. Ну, то есть по-разному. Вот сегодня у меня не совсем турецкие. Тоже лично. Я перестаралась. Добавим лисо. Добавлю черный молотый перец. Вот честно, на глаз. Ну, примерно одна чайная ложечка турецкая. Я просто так, знаешь, у меня просто трясти. Из турецких пряностей. Люблю вот стихик. Семья. Вот прям его добавишь, сразу получается турецкий вкус. То же самое, где-то одну чайную ложечку. Чайная ложечка турецкая, знаете, какая маленькая? Кто был в Турции, точно ее видел. Добавим соль. Ну, соль можно потом еще, если кому будет мало. И чуть-чуть сушеного чеснока. Пойду проверять. Соль. Соль варится, но еще не готова. Вот какая твердая попалась. Обычно она за 25 минут уваривается. Нет, еще немножко. Паша приготовили. Пусть постоит, как мой муж говорит. Пусть все там внутри познакомится. Не будем им мешать. Мы будем уже готовить овощи для нашей посоли. Я взяла кастрюлю, 3,5 литра. Наливаю растительное масло и будем жарить лук. Наляла где-то 40 мл. Почему проверяю фасоль теперь часто? Главное, ее тоже не переварить. То есть такой вот тонкий момент. Я сейчас попробую. Если она разварится, не-а, разлетается. Еще не готова, еще не мягкая. Лук стал у нас прозрачным. Добавляем туда морковь. Морковь сама по себе сладкая, но мы еще два кусочка сахара забросим. Вот начались шкурки отделяться от фасоли. Вот в этот момент мы ее выключаем. И пусть еще сама постоит по себе. Добавляем зеленый перец. Хорошо, еще минуты 3 добавляю помидор. Почему я не сделала это все сразу? То есть у меня, как вижу, жидкость заканчивается. Я добавляю следующий овощ. Ну, видите, самый последний у меня больше всего у меня жидкости. Это все готовится быстро. Только морковка у нас самая твердая. Вот мы ее выготавливаем. Сейчас, еще несколько освободим для томатной пасты. Столовая ложка томатной пасты. В Турции практически все вторые блюда, да и многие первые блюда, готовятся с томатной пастой. Это прямо визитная карточка. Причем томатную пасту даже могут готовить дома, запасают на зиму. Это продаются в магазинах, каких хотите видов. Вот. Свою. Видимо, интересней. Это я так говорю, потому что я теперь даже наблюдала, как делают там томатную пасту. Наша бабушка-соседка ее специально покупает помидоры, перезревшие помидоры, и вот она делала. Они вместе пожарились все. Уже, по сути дела, тушатся. Еще буквально 2-3 минуты. Когда жидкости не остается, мы выключаем и убираем в сторону. У нас улочи подготовлены. То есть это у нас, видите, уже вторая кастрюлька с полуфабрикатом. Я сейчас закрою крышкой и уберу. На огонь поставила сковородку. Будем обжаривать фарш с солью и перцем. Вы скажете, как, много всего сложного. Ну, это чтобы все продукты у нас сохранили свой естественный вкус. Паша, не говяжий. Он такой полужирный. Так, Паша, у меня тут занят сам собою. Буду заниматься булгуром. Кто-то булгур моет, кто-то нет. Но мне прилично помыть. Хотя бы прополоскнуть разочек. Мало ли, что в пакете, какой мусор там был. Ну, и пусть стекает. Ну, у нас уже в следующую очередь будет булгуром. Давай перемешивать. Взяла я еще одну кастрюльку. Эта кастрюлька у меня с толстым дном. Ну, я под такой любую готовить. И я добавляю оливковое масло. Грамм 30. Даже сливочное масло. И пусть они... Парша, гладь не закончилась. Добавим черного кастряля. Далее чайную ложку. И солим. Соль тоже. Когда масло начнет шипеть, тогда добавляем вот туда булгур. Очень похоже, как готовится рис. Просто булгур приготовить быстрее. Добавляем булгур. И будем его поджаривать. Парш мой готов. Начинает гореть уже. Мы его выключаем. И по сути, начнем сейчас собирать наше блюдо. Нашу посоль. Куру посолью. Это мы добавляем в овощи. Давай я сюда перейду. Красивые, белцетные овощи. Добавим туда мой фарш. Принесла горячую воду. Заливаем. У меня кастрюлю на 3,5 литра. Вот так получилось. 2 литра. Потом, возможно, будем еще добавлять. И ставим на огонь. Пусть оно тушится. У меня очень маленький огонь. Поэтому вот никак оно не приготовится. Но у нас освободилось место здесь. Фасоль у нас готова. Она постояла. Она еще немножко разбукла. Вот то, что надо. Сейчас мы ее сольем. И пусть она немножко стекает. Вот это и ставлю на другую. Ждем, когда мы начнем поджариваться. Ну, уже догадались. Потом добавим горячую воду. Добавим соль. Закрываем крышку. И забудем до приготовления. Значит, у нас освободится время, чтобы жарить. Пока у нас свободное время, найдем мы компотик. Все найдем, чтобы он остывал. Первый у нас получит. Знаете, кто? Оператор. Оператор. Держи компотик. Спасибочки. Не забываем булгур перемешивать. Когда видите, что уже все, жидкости почти не осталось, начинает поджариваться, добавляем горячую воду. Вот тогда, чтобы он полностью его закрыл, и еще сверху, вот столько воды было. Потом будете готовить и проверять. Ну, примерно один к одному. Если два стакана булгура, два стакана воды точно уйдет. Еще надо посолить, закрыть крышечкой и забыть. Солю на глаз, мне говорят. Как так? Ну, не знаю, наверное, привычка. Я потом пробую. Все. Крышечка. Маленький водонек. И пусть готовится. Так, тут у меня уже все закипело. Проверяем тут. Ну, здесь варятся овощи у нас. Вместе с фаршем они варятся. Наша задача, чтобы морковка стала мягкой. Когда она станет мягкой, мы добавим туда фасоль. И, по сути, у нас все закончится. Быстренько приготовлю салат. Салат будет, ну, типа чабан-салатосы. Это то, что у нас есть. Добавляем в салат. Да, морковку надо потеять. Турция очень любит снимать шкурку с огурца. Раз готовим турецкий салат, тоже сделаем сами. Ну, видите, помидоры, редиска, зелень. Руколу я добавлять не буду, потому что она немножко такой с горчинкой. И Владимирчик у нас такой не будет есть. Там приходится ориентироваться на некоторых товарищей, потому что без руколы будут есть все, а с руколой не все. Я просто на стол поставлю для любителей. Вообще, когда вы приедете в турецкое кафе, вам обычно салат принесут, салат, хлеб, еще так или ежедрежки, принесут просто так, в довесок к основному блюду. И пока ждешь основное блюдо, уже есть шанс наесться. Проверяем булгор, есть ли здесь жидкость. Если ее мало, то надо будет добавить. Я в одном месте откладываю. Ну, еще чуть-чуть есть. Ты видишь, что много любишь? Да, я ее покрупнее нарежу. Кто не любит, просто ее будет выбирать. Ну, а кто любит, как нет. Видимо, вся ледяца ко мне достанется. Еще в турецкий салат надо добавить пинсти салата. Я их не выложила, сейчас принесу из холодильника. Солим. Добавим оливковое масло. А, еще гранатовый соус. Добавим гранатовый соус? Да, его все любят. Салат прям как праздник, очень такой яркий. Хочется его отведать. Вот у нас уже второе блюдо готово. Хотя нет, это третье. Первое, второе и вот это. Это было самое-самое легкое. Проверяем наш бургург. Выглядит очень даже готово. Видите, как много стало. Думаю, надо попробовать. Ну, мягким. Ну, по мне соли не хватает, но я всегда не досаливаю блюдо. Я немножко досолила, перемешала, закрываю крышкой и выключаю. Пусть еще минут 10 стоит. Ну, короче, к ужину будет готово. Теперь проверяем нашу фас... нашу морковку. Вот. Морковка, по идее, тоже должна свариться, правда же? Столько времени прошло. Поймали. Пробуем, есть ли она у нас. Нет, она еще у нас. Не такая уж, очень мягкая. Она должна просто таять во рту. Значит, ждем. Жарить котлеты. Налила немножко масла. Потом посмотрим. Потому что у меня фарш-то жирный, но на сколько. Настенько. Сделаем заготовок. По-турецки вообще жарят вот такие маленькие котлеты-кефты. Чтобы наесться, мы сделаем побольше. По размерам. Заготовок понаделаю. Правда, на турецкие котлеты не похожи? Угу. Что-то я передумала делать турецкую форму. Сковородка у меня гранитная. Нравится мне гранитная посуда. И очень часто спрашивают, что за кастрюля у нас. Это мы покупали не так давно, когда переезжали в эту квартиру. Купили мы это в интернете, потому что в последнее время почему-то только металлические продаются, а без рисунка. Ну, не знаю. С рисунком, правда, же красиво. Это фирма Сыла. А еще у нас есть красные кастрюльки. А там фирма Сарай. Все, наконец-то у нас тут сварилось. Добавляем нашу фасоль. Изжим чуть-чуть воды и опять ставим довариваться. Но фасоль у нас уже готовая. Поэтому это просто, чтобы они вместе в соусе были. Посмотрим, сколько воды надо добавить. Здесь зависит от ваших предпочтений. Любите ли вы очень густое или хотите пожиже. От воды сюда добавить. И добавим мы соль, перец. У меня 3 литра получилось. Здесь вы можете добавлять любые пряности, какие вы любите. Кто-то любит лавровый лист. Без проблем добавляйте. Хотите, зелень можете добавить. Но классические по-турецки без зелени готовятся. Потому что все-таки это старое блюдо. А раньше зелень зимой не была. Круглый год не была. Поставим это в миску. Буквально немножко совсем варится. Переворачиваем ее коклеты. Оператор уже устал. Ну все, коклеты у нас приготовятся. Можно будет уже встречать. Был, он еще не доехал. Коклеты приготовились. Здесь посоль, мне кажется, тоже. Сейчас ее попробуем. У нас еще одна партия котлет. Надо будет нагар весь снять. И еще будем жарить. Посоль проверяем. Посолинки чуть не разварились. О, видите как? Не разлетается. Значит, можно выключать и оставить под закрытой крышкой. Само доготовится. Сейчас разберусь со сковородкой и еще как-то дожарим. Ну, вроде бы все прожарились. Все готовы. Я выключаю, пока не снимаю. Ютубчик уже рядом. Пусть горяченькими будут. И начинаем накрывать на стол. Приехал папа уже. Пойдем его скорее встречать. Привет! Привет! Папа, привет, Топ. Проходи, привет. Сейчас будем... Давай, спускаемся. Это домашний, настоящий помидор. Не пластик. А я знаю. Это хлеб картофельный, да? Из сандыклыга помягчен. И еще шницами. Ну, мне будет больше нравится. Держи. Это мне сарма. Домашний йогурт. Сарма. Это виноградных листьях завернутые. Это ты знаешь что? Сладости. Вулком. Из афьона. Я это не донесу. Я, я, я донесу. Держи, молодой человек. Ой, хи-хи-хи. Вот, и са принесу. О, хлебушек. Хлебушек. И са что берет? И са это берет. Что это? Эля, это тоже. Домашний йогурт. Несу. Отвезу, приходи в сторону. А ты сам не принесешь? Я устал, я в гости. Ха-ха-ха. Давай, приходи, стол уже накрыт. Аня только из душа вышла. Друзья, я в деревню привезли, короче, йогурт. Турки Смайл, которые, у них барашки и коробка с молока. Домашний, настоящий. Настоящий, если сливичное масло сверху. Смотри. Смотри, какой твердый. И мягкий одновременно. Сейчас попробуем. Попробуем. Я ебил с ним сот. Спасибо большое. Он мне приготовил много еду. Шок. А он есть не хочет. Он говорит, говорит, а я тут остановился в Бурдуре. Чай попить. А Бурдур это 100 километров от Анталии. Правда, дорога 100 километров еще тяжелая, через горы переехать. Сейчас сезон. Дороги очень много в машине есть. Которые люди узнают, что в нем в машине не знают, что в нем в машине сидеть. Серьезно говорю. На автобанке жарить идет там 40. Вот так вижу внутри. Все, вот так идет. На самом деле, в частности. Ну, мы тебя ждали, ждали. Вот, в ресторан горячий котлет. Холоднее, там горячее. Вкусно. Твоя любимая еда. Спасибо большое, мадам. Да, вот раскрыла секрет, что любит Хельсок. Он любит хорбу из винограда и христиан. И куру, фасоль. Соли хватает? Ну, сегодня у нас булгур. Для разнообразия. Гречка. Очень горячая. А поймать сильно гречка. Гречка. А еще баба привез хлебушка. Смотрите, какой большой. О, это хлебушек, наверное, килограмм весил. Кто бахнет? О, деревенский. Видели его, да, в багажнике? Ну, мы его разломали. Видели кто? Таша, три очки еще. Пи очки. Что я купил? Я не снимал видео. Да? Значит, вот, значит, видите у нас на столе. Всегда хлеб приводит вкусно. Скажете, зачем хлеб в Анталии? Ну, вот такого особенного здесь нету. Нету. Это хлеб из чистой пшеницы, из его родины, да? А теперь есть хлеб с картошками. Я в холодильник пока положила. У нас очень жарко было. Да. Этот хлеб намного полезнее, могу сказать. Мы, потому что обычный хлеб не часто покупаем. Вы не увидите его на нашем столе. Вы знаете, сказать, что я уже встретил мою родину. Нигде кондиционер не видел. Да? А у нас работа, потому что я здесь готовила, было жарко. Вот. А он, хотя жарко? Слушай, а йогурт тоже отличается на вкус. Немножко с кислинкой такой. Настоящий, домашний йогурт и так. Настоящий вкус. Хороший йогурт. Как по-турецки надо помакать. Бери, попробуй. Новый хлеб? Я понимаю, новый хлеб. Вкусно? Я попробую вам. Такой, кого-то очень сын сырил. Покажи. Его даже маком присыпали. А пьем, вот так славится именно мак. Простят. Да. Смотрите. Какой мягкий. Есть. Я могу устать. Всем нам приятного аппетита. Я тоже присоединяюсь к вам. Кто не смотрел, начало видео перемотал, самый конец. Это у нас чабан-салатосы с оливковым маслом и гранатовым соусом. А это я знаю. Ты, Грибач. Я тебе руку выкопила. Спасибо. Ну, котлеты у нас не по-турецки. Котлеты просто котлеты. И булгур тоже турецкий у нас. Всем приятного аппетита. И вы видите, мы без компота вообще жить не можем. Мы все уже привыкли к нему. Камбот. Полный аппетит. Всем пока. Пока. Спасибо.